Друзья, приветствую вас на своем канале. Доброго всем времени суток. Ну что ж, на мой S22 Ultra прилетело обновление. Некоторые фишки, которыми я с вами поделюсь, есть, конечно, и на других смартфонах, S-серии и Note-серии прошлых лет. Но в основном это фишки, которые касаются S22, S22+, и S22 Ultra. А кое-какие фишки есть только на S22 Ultra. Ну что ж, начнем. Конечно, это мелочь, но приложение погоды стало выглядеть совсем по-другому. Вот, смотрите. В правом верхнем углу появилась анимация. Раньше такого не было. Друзья, редактировать локскрин, то есть экран блокировки, также можно с экрана блокировки. Для этого нужно произвести несколько действий. Тапаем по экрану, выключенному. Долгим тапом зажимаем экран, разблокируем его, и оказываемся в редакторе локскрина. Ну и делаем все манипуляции для редактирования. Есть еще одна фишка, друзья. Режим всплывающего окна. Для этого нам нужно зайти в настройки, дополнительные функции, Labs, и включить режим всплывающего окна. Работает это вот так. Этот режим также настраивается. Стоит тапнуть по этой полосочке, и появляется меню настройки. И еще одно интересное нововведение, это у нас в настройках уровня яркости. Смотрите, есть адаптивная яркость, она есть на всех смартфонах Samsung. Но вот на этом смартфоне есть еще повышенная яркость. Как я понимаю, эта яркость будет самая максимальная. Вот 1750 нит, какие нам говорили. Раньше такого не было. Раньше эти 750 нит нельзя было включить дополнительно, они появлялись только при солнечном свете. Ну а теперь их можно включить в любом освещении. Изменения также коснулись и камер. Но не обычный камер, а Expert RAV. Есть такое приложение. Это дополнительное приложение камеры Samsung, которое снимает в RAV режиме. И снова тут двойная экспозиция. Она может настраиваться, тут куча настройок. И снова в камере еще AstroPoto. Тут, кстати, есть длительность выдержки. Первый режим это 4 минуты. Второй режим это 7 минут. И третий режим это 10 минут. Также тут есть небесный путеводитель. Если мы нажмем показать, отобразится, кстати, туда, куда направлена камера, в ближайшее созвездие. Честно, так и хочется ее протестировать, но это, друзья, в других обзорах. Также, друзья, есть изменения в иконках приложения. Они стали чуть-чуть другого цвета. Чуть-чуть визуально по-другому выглядит. И, соответственно, стали чуть-чуть больше. Но это минимальные изменения, так что не каждый их заметит. Но если положить смартфон с 12-м андроидом и 13-м рядом, это будет заметно. Друзья, также в настройках, если зайти в обслуживание устройства, появился еще новый пункт. Режим обслуживания. Этот режим нужен тогда, когда вы передаете телефон другому человеку, или отдаете его в ремонт, если у вас он сломался. В режиме обслуживания ваши личные данные, в том числе фото, сообщения и учетные записи, недоступны. Доступным не становится только тогда, когда вы разблокируете его отпечатком пальца. Также в этом режиме рекомендуют сделать резервную копию данных. Также измены настройки автооптимизации. Если мы зайдем, то мы увидим, что перезагрузка при необходимости появилась. Раньше это можно было настраивать вручную, то есть назначать время, когда ты хочешь, чтобы смартфон перезагрузился. И еще одна интересная фишка. Она не столько полезная, сколько прикольная. Зайдем в настройки, сведения о телефоне, сведения о ПО. Постучим по версии андроида несколько раз. Появятся у нас часики. И на этих часах мы выставим 13 часов, ровно на такую цифру, до которой у нас обновился наш андроид. Ну и это еще не все. Если мы будем жать на картинку долго, то картинки будут меняться, как вы видите. Друзья, еще одно изменение. Если мы зайдем в галерею, выберем любое фото и выберем рисовать. В режиме рисования спортфон научился исправлять за художником его каракули. Вот вам пример. Если я нарисую просто круг от руки, не стараясь, получится вот что. А если я сделаю то же самое, но задержу палец, получится идеальный, четкий, геометрически правильный круг. Так же и с другими фигурами. Вот треугольник неправильной формы. И вот треугольник, когда я задержал палец на экране. И так же с любой другой фигурой. Прикольная фишка. Я думаю, да. Может где-то пригодится. И еще одна интересная фишка появилась. Для этого мы зайдем в настройки, найдем обслуживание устройства, зайдем в СЗУ, зайдем в RAM+. И что мы видим? Появился ползунок включения и выключения. Зачем же нужно отключение RAM+. Смотрите, друзья. Если у вас смартфон обладает малым количеством оперативной памяти, и после того, как вы включили RAM+, он начал тормозить, все из-за того, что в оперативную память дополнительные гигабайты попадают из постоянной памяти. А так как постоянная память медленнее, чем оперативная память, соответственно и телефон начинает тормозить. Друзья, хочу выразить особую благодарность подписчикам с никами Денис и Людмила Жаркова. И эти подписчики очень мне помогли в создании этого ролика, так как они мне дали много интересных советов и много рассказали про некоторые фишки. Огромное вам, ребят, спасибо. Друзья, у меня большая просьба. Если у вас какие-то предложения или пожелания на какие темы можно снять ролик, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы обсудим и постараемся снять ролики на те темы, какие вы предложили. Если они, конечно, заинтересуют большее количество людей. Ну а теперь, друзья, проверим, как работает сканер отпечатка после обновления. Как вы видите, я только коснулся и он сразу разблокировал. Молниеносно. Касаясь я очень быстро. И, как вы видите, ни одной ошибки. Ну что ж, ребят, со сканером все в порядке. Ну а теперь, друзья, откроем все эти приложения, находящиеся на главном экране, и посмотрим, насколько быстро это работает. Ну что ж, друзья, вы все сами видели. Тут все просто летает. Мгновенно открывается и закрывается приложение. Все работает очень быстро. Ну, скажем так, идеально. Но, во всяком случае, пока. После обновления. Что будет дальше, посмотрим. Ну что ж, друзья, хоть и глобальных изменений в 13-м адрозе не произошло, но все равно есть, хоть и маленькие, даже, кстати, есть и немаленькие изменения, так как в камере, например, которые я хочу протестировать и рассказать вам. Но для этого нужна ясная погода, поэтому придется какое-то время подождать. Я хочу протестировать камеру и режим ассорт фотографии. Что же он все-таки из себя представляет? И настолько ли он хорош, как Samsung про него рассказывает? Ну и в заключение хочу еще раз поблагодарить подписчиков и просто зритель-канал, который активно участие принимает в создании ролика, который советует мне рассказывать про новые фишки. Спасибо вам, ребят, огромное. Я ценю вас. Ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это меня очень мотивирует на создание более качественного контента. Ставить большой пальцы вверх, если понравился ролик. И делиться им с друзьями или родными. Ну а на этом все. Всем удачи, пока. Берегите себя и своих близких.